Готовятся к приему отдыхающих. Городской пляж закрыт, но территорию приводят в порядок. В этом году она стала меньше. Часть ее ушла под воду. Купаться и находиться на пляже пока нельзя. Но граждане игнорируют запрет. Многие уже вовсю загорают и самостоятельно измерили температуру воды. Полина Попенец узнала, почему саратовцы лезут в воду. Открытие пляжа летом зависит от погодных условий, от результатов санитарной проверки. А в этом году еще и от снятия ограничений из-за коронавируса. По решению Роспотребнадзора в регионе особый режим продлили. Правда, сделали некоторые послабления. Например, открываются с 11 июня бани и сауны. Начинают работать стоматологические клиники. Правда, по словам специалистов, область пока не готова ко второму этапу снятия ограничений. Несмотря на это, посетители приходят на пляж загорать и купаться. Да, не терпятся. Уже устали дома сидеть. Вот вырвались сегодня. Загорали два часа, едем домой. Мы ходили в зеленую зону. Как бы мы не на пляже были. Почему решили даже в это время пойти? Все равно же сейчас... На днях открывается все. В Москве же все открыто. Конечно. Но у нас все запреты. Ну да, и живем-то вот мы через мост. Поэтому решили немножечко, как говорится, нарушить правила на один день вперед. Кстати, в этом году из-за непогоды территория пляжа стала меньше. Часть ее ушла под воду. Обычно пляжный сезон стартует в июне, длится до конца августа. Но из-за эпидемиологической ситуации в регионе эти объекты откроют только на третьем этапе снятия ограничений. Несмотря на это, на городском пляже вовсю готовятся. Убирают территорию, очищают песок, линию берега. Ремонтируют инвентарь и привозят в порядок игровые площадки. Ну, работать надо. Принимать людей надо. За сколько времени вы справляетесь с этой работой? Сколько? Ну, сколько времени? Ну, примерно кабина одна красится. Ну, часа полтора красится одна кабина. Уже сложновато в такую жару, но приходится что делать. Зимой прошлого года здесь реконструировали лестницы. Ведущие на пляж их полностью заменили. Каждая лестница включает пять площадок и маршей по 11 ступеней. Все работы здесь завершат уже на следующей неделе. А разрешительные документы планируют получить уже в ближайшее время. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов 24. Даже по кадрам, которые мы сейчас посмотрели, видно, что людей на пляже достаточно много. В студии со мной автор репортажа Полина Попенец. Полин, ну а скажи, как в таком случае организовано дежурство правоохранителей? Да, Паш, вход на пляж охраняют сотрудники полиции. Их всего двое. Появились здесь они недавно. До этого отдыхающих на городском пляже было в два раза больше. Заступают на дежурство полицейские примерно с 8 часов утра. Это уже рассказали сами правоохранители. Те, кто успел проскочить до прихода полиции, уходят подальше в так называемую зеленую зону пляжа. Там много деревьев и можно спрятаться. Тех, кто пришел позже, сотрудники полиции разворачивали обратно. Тем не менее, замечания гражданам, которые уже на территории пляжа, никто не делает. А скажи, люди, которые находятся на пляже, они только загорают или купаются? Нет, они уже вовсю купаются. И, кстати, по дороге на городской пляж я заметила, что в Затоне, который служит солярием, тоже много людей. И загорают, и купаются. Правда, недалеко уходят от берега. Ну смотри, пляжи в нашем регионе должны открыться только на третьем этапе снятия ограничений. Мы сейчас еще даже не на втором. Но, тем не менее, Роспотребнадзор дал рекомендации привести зону отдыха возле воды в порядок. Скажи, может быть, работники пляжа знают, когда их точно откроют? Нет, это им тоже неизвестно. В беседе со мной они рассказали, что саму территорию должны подготовить к 16 июня. А дальше остается только ждать. Скажи, а есть ли какие-то правила, по которым будут пропускать на пляж? Как, например, в Краснодарском крае? Или нужно будет надевать маску? Да, я знаю, что на пляже Черноморского побережья пустят при наличии двух справок. Отрицательный тест на ковид и документ об эпидемиологической обстановке в регионе, из которого приехал человек. У нас пока о таком не говорили специалисты. Скорее всего, нужно будет соблюдать дистанцию в полтора метра. А по поводу масок. Итальянские модельеры начали работать над новой коллекцией. Создают трикини. Набор из лифа, плавок и маски в цвет купальнику. Уже первые модели появились, так что саратовские модницы уже могут делать заказы. Спасибо. С Полиной Попенец мы говорили о том, как идет подготовка к пляжному сезону у нас в городе.